Или как, учитывая количество денег, небольшое, которое останется у людей? Во-первых, не везде в мире сейчас происходит то, о чем ты говоришь. Мой парижский товарищ Кирилл Рубинский прислал мне, он сегодня, нет, вчера вечером он улетел из Парижа рейсом Air France в Стокгольм. Мы знаем, в Стокгольме и вообще в Швеции локдауна нет, карантина нет, страна решила действовать по-другому и прислал мне фотографию из моих любимых ресторанов, гастрологик, две мишленские звезды во всяких списках и прочее. И он прислал мне фотографию меню из 20 позиций, которые он заказал, там только дегустационные сеты, и какое-то прекрасное блюдо. И сказал, что, значит, ну вот жизнь как-то начинает устаканиваться. А желающие-то есть в Стокгольме сейчас посещать рестораны? Ну, во-первых, есть, конечно. Во-вторых, я спросил, а ты собираешься во Франценте? Ты знаешь, это три мишленские звезды и один из главных ресторанов мира. Бьерн Францент открыл его после паузы два года назад, сразу получил три звезды и попал во все рейтинги и так далее, и так далее. Значит, и он, кстати говоря, в рейтинге европейских ресторанов OAD, Opinion Night это был Dining, он на первом месте. Я спросил, а в Франценте ты собираешься идти? Имея в виду, что, наверное, там все легко. Он говорит, две недели стою на листе ожидания. Это к вопросу о том, есть ли там кто-то в ресторанах. Там рестораны абсолютно заполнены. Business as usual. А при том, что в Париже все закрыто, в Италии все закрыто, везде все закрыто. Но опять же, ты знаешь, что я 29 марта я приехал из Японии, и там тоже не было никаких следов, так сказать, ужасов и кошмаров. Каждый день ходил по ресторанам, и в Японии как невозможно было попасть в большинство ресторанов, так и невозможно и сейчас. Но за одним исключением там в этом ресторане будет сидеть не, так сказать, не китайский миллиардер, а японский обычный, так сказать, завсегдата этого ресторана, которому удалось вдруг в него попасть. Есть, естественно, какие-то, ну там, условно говоря, есть в Токио ресторан Мияшима, например, который я никогда не мог попасть. И вот товарищ мой, который ходит в этот ресторан и ходит туда, предположим, один раз в году, и каждый раз он, предположим, идет туда 15 сентября, и он бронирует этот ресторан на 28 октября следующего года. Это совершенно нормальная японская практика. И он мне говорит, что, ну ты знаешь, мне позвонили из этого ресторана и сказали, не хочу ли я пойти, например, 4 апреля у них освободилось. Ну понятно, что освобождаются места, потому что люди просто технически не доехали. Но я, например, когда понял, что надо делать ноги из Японии, потому что, ну потом просто не будет рейсов, или надо будет лететь тем, что предложит тебе там МЧС или МИД, и это не будет бизнес-класс аэрофлота или что-то еще. И непонятно, куда, во сколько, откуда и что. А я улетел. И у меня оставалось несколько забронированных ресторанов, за которые я уже через разные системы бронирования заплатил деньги. И я пишу в эту систему бронирования, я говорю, что вот хотелось бы вернуть... Я, во-первых, отменяю бронирование... Ты выходил из эфира? Ну, звонок зашел. Значит, я физически не могу просто присутствовать в этих ресторанах. А почему вы не можете физически присутствовать? Я говорю, ну вообще-то вирус, карантин и так далее. У меня, вот, мое государство закрывает границы, и последний рейс улетает. А-а-а, даже так бывает, когда они вернули все до копейки. Значит, в тот же момент. Но просто им надо было объяснить, они не понимают, как это... Потому что в Японии, даже при том, что сейчас объявлена чрезвычайная ситуация в шести префектурах, там, Токио с сателлитами, Осако с сателлитами и так далее, несмотря на то, что объявлена чрезвычайная ситуация, людей не могут заставить ничего сделать. По японским законам, по японской институции, даже в период чрезвычайной ситуации правительство может выступить с просьбой, может попросить жителей там что-то такое сделать. Вот, например, они попросили там рестораны и торговые центры, и гостиницы какие-то при возможности закрыться. Ну вот, например, там гостиница, в которой у меня было забронировано место, они мне позвонили, сказали, а вы собираетесь к нам приезжать? Я говорю, да, я собираюсь вот на одну ночь вместо трех. А, прекрасно, тогда мы не будем закрывать гостиницу. То есть, ну вот, если, а это вообще очень по-японски, если у них забронировал кто-то, если это гостиница 200... То нужно исполнить обязательства. Один номер забронирован, все, все будет работать. Да. Слушай, ну, понятно, то есть, как мы с тобой догадывались, мир, он разный, и везде все происходит по-разному. Отвечая на твой вопрос, я думаю, что как только рестораны откроются, как только возможно будет тем, кто в сознании, тем, кто в состоянии открыться, они в первый же день там будет... Мы о какой стране говорим? О Франции? Мы говорим о Москве. О Москве. Давай о Москве, я согласен. Давай о Москве. Я думаю, что в тот же момент в Москве в ресторанах появятся люди, потому что мы говорим сейчас даже не о качестве еды, о том, что можно сделать на промышленной кухне. И качество еды люди не особенно страдают, тем более, что многие рестораны делают доставку. А вот смотри, вот ты веришь... Мы говорим о социализации. Да, да, ты веришь в то, что может быть нехватка продуктов в какой-то момент? Потому что многие страны пропустили, там, допустим, посевные какие-то там... Вот я слышал виноград, Италия, Испания. Я слышал у нас на юге России, фермеры жалуются, что они уже там пропускают посевные. Я считаю, что... Веришь в то, что, возможно, нехватка? Возможно, нехватка продуктов. Я считаю, что вы будете приспосабливаться. Я считаю, что, возможно, каких-то блюд в меню не будет первое время. Но мне кажется, что желание людей социализироваться, желание людей есть не дома, с опостылевшей за время карантина семьей, а в одиночку... Естественно, будет ли возможность, когда два месяца никто не будет получать деньги и не будет иметь возможности работать? Ну откуда? Ну, послушай, тогда мы должны все-таки с тобой обсуждать невозможность пойти или не пойти в ресторан, а возможность выжить. А это не является темой нашего, так сказать, экзерсиса этого инстаграма. Ну, послушай, ну, люди как-то всегда находят возможность. Мы сейчас же... А ты веришь? Глубокие экономические... Хорошо, не будем, не будем. Давай, давай, не будем. Не будет как-то... Ну, я верю, так сказать, в то, что... Понимаешь, в чем дело? Если в тот момент, когда откроется окно и в этот момент в экономику не будут вкачаны какие-то деньги, пусть не обеспеченные, но просто бумажки, да, просто для того, чтобы обеспечить спрос, экономика тогда совсем, так сказать, уже безвозвратно будет. Поэтому, естественно, как мне кажется, что в момент открытия, в момент, когда все станет возможным, обратно или частично возможным, будут предприниматься какие-то вливания. Будет через кредиты, через дотации, через что-то. Хорошо. Ну, хорошо. Будут люди, у которых будет особый повод, все равно люди пойдут в ресторан. Вот пишет Игорь, телезритель из Уфы, что хоть разок-то в ресторан можно будет сходить. Сходим, разок сходим. А как ты думаешь, изменится ли социальный этикет? И вот, типа, давайте посадим гостей 5 метров дистанция. Давайте будем приносить бокалы в обедке стерилизованной. Знаешь, как... Люди забывают о плохом, а о плохом очень быстро. Если уже, так сказать, если не будет в этот момент никакой истерии, если не будут заходить городские сумасшедшие в рестораны... Будут! Ну, будут, значит... Ну, послушай, мы не можем, мы же с тобой не провинция. Я считаю, что, так сказать, что это все достаточно быстро уйдет. Я считаю, что вот наши зрители пишут, что в кризисы не до того, рестораны будут в последнюю очередь... Ну, вспомните историю. Что происходило в Москве, там, условно говоря, в 17-м, 18-м, 19-м году. Стояло... Какого века? В каком веку? Ресторан «Метрополя» не закрывался ни на день. Ты говоришь про 1917 или 2017? Да, это на 1900. Мы же про кризисы говорим. Окей, окей. Поэтому и в кризисы, в том числе, у людей есть... Я тебе уверяю, что если бы сейчас были какие-то рестораны, для входа в которые требовалось бы предъявить справку об отсутствии вируса или присутствии антител и, так сказать, и одеться в костюм химозащиты, все равно стояла бы очередь в такой ресторан. Ой, не знаю, я бы не поехал. Все равно не поехал бы. Ну, потому что ты сидишь в своем уютном халате, в уютном кресле, и тебе, в принципе, не хочется никуда ехать. Это абсолютно объяснимо. И вот это был мой второй вопрос. Люди разные. Да, и это был мой второй вопрос по поводу изменится ли потребление. Потому что я смотрю, сейчас очень много появляется всяких, ну, идей ресторана тоже уходит, как это ни странно, в онлайн. Тоже становится диджитал, да? Как вот проводили шеф стейбл, ты видел, слышал онлайн. То есть рассылали людям боксы, которые они там самостоятельно должны были разогреть, выложить. Шеф, соединялись они посредством зума, и шеф им рассказывал это про блюда, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно говоря, вот такие форматы. Потом бар. Прекрасная идея мне понравилась. Вот насчет бара. Ты слышал? Люди платят, значит, там, пару долларов за то, чтобы зайти в бар. Онлайн бар. Да. Значит, есть ведущий, бармен. Есть люди, там, группы, там, поток, там, 10 человек. Он всех представляет друг другу. И начинается какое-то шоу. Он что-то им рассказывает, что-то показывает, смешивает коктейль, говорит, повторите, пожалуйста, то же самое. Увлекает людей беседой. И ты проводишь время, находясь дома, выпивая свой алкоголь, заранее закупленный по списку, который ты получил. Да? Дома, в уютном халате, и все хорошо. Собственно, вот такие вот истории. Ты веришь в то, что это может стать значительным в нашей жизни, и это... Нет. Не верю. Не веришь. Там вместе с, так сказать, с зумами, скайпами и всем прочим, ну, людям за два месяца это так, вот этот час весело, это прикольно, но все это поднадоест. Потому что, ну, послушай, мы в бар ходим не для того, чтобы выпить. У меня дома достаточно алкоголя, чтобы выпить. Мне, так сказать, я в бар, если хожу, я хожу для того, чтобы с кем-то познакомиться, для того, чтобы оглохнуть от музыки, для того, чтобы там, я не знаю, бабу снять. Ну, что угодно. Но это другая совершенно социальная. Ну, давайте тогда мы все будем сети, семьи создавать, так сказать, онлайн и все остальное. Конечно. Я в это верю, что это тоже произойдет. Это новая реальность, да. Ну, послушай, мы с тобой не молодые люди, так сказать, для людей, которые в этом всем выросли, наши с тобой дети, они примерно в этом и живут. Вот, они, им дай возможность, они будут сидеть. Вот ответ на вопрос пользователя, который пишет, что люди хотят обниматься. Я не уверен, что, допустим, мои дети хотят обниматься. Они на картинку посмотрели. Естественно, разные, разные парадигмы, разные, так сказать, стили поведения, разные. Но все равно я тебе, так сказать, уверяю, что там даже в ужасных местах в Италии, там, в Бергамо, открой сейчас дома престарелых, люди пойдут по барам шататься, выпивать. Потому что для них это жизнь, это и есть жизнь. Не продление биологического состояния. Для них то, что сейчас с ними происходит, когда они заперты в домах, это ничем не отличается от пребывания в коме. Потому что есть разные, думаешь, есть мне уютно дома. Я вот сейчас, 18-й день, сижу дома, мне кайф. Мне даже начинает нравиться все это, Гена. Мне это тоже начинает нравиться. Мне с самого начала нравилось. Я либо путешествую, и тогда, что называется, 24 часа экспост новым эмоциям, новым людям, новым местам и так далее. Если я в Москве, я с удовольствием сижу дома. Это не значит... И я, кстати говоря, в Москве довольно мало хожу по реставрикам. Вот тоже пишет Ирина, что мне дома слишком хорошо это пугает. Меня тоже это начинает пугать, Ирина. Да, но послушай... И идея онлайн-бара, когда ты экономишь время, экономишь деньги, которых сейчас у всех мало, это не такая плохая идея. Мы, на самом деле, мы не можем сейчас предугадать, что произойдет. Я могу сказать о, как ты меня спрашивал, о более глобальных трендах, что произойдет с ресторанами. Мне кажется, что рестораторы поймут, что не надо вбухивать гигантские деньги в интерьер. Уже поняли, Геннад. Ну, окей, мы говорим в будущем. Уже поняли сегодня. Мне кажется, что вот этот тренд, особенно московский, когда, условно говоря, для того, чтобы открыть ресторан, нужно миллион долларов, из которых 900 тысяч тратится на интерьер. Ну, не будет этого, конечно, больше. Хотя, кто его знает? Мы все время говорим, за кого-то решаем, а может быть, кому-то именно интерьеры играет. Для меня ресторан – это еда, общение, не ужасный интерьер. То есть белые стены и венские стулья для меня – вот. Но, так сказать, вместе с тем, мне кажется, что, так сказать, если говорить более глобально, наверное, в мире вообще файн-дайнинг, который зерзется там на нескольких, основывается на нескольких китах или там слонах, я не знаю, вот как раз там часто интерьеры, один из них, второе – это какие-то слишком дорогие продукты или, вернее, высокая операционная стоимость, из-за которой приходится брать много с людей за ужин, для того, чтобы его оправдать, приходится насыщать его дорогими продуктами и, вообще говоря, смещается смысл файн-дайнинга с искусства повара и использования сезонных каких-то уникальных продуктов, но уникальных, потому что они живут там 10-15 дней, в маркетинговой сферу и в насыщение дорогими продуктами, потому что типичное блюдо предкризисное файн-дайнингового ресторана икра ежа с фуа-гра да, кусок вагю, на котором лежит икра ежа, а с ней еще сверху лежит и ситровая там, или белужья икра, и, так сказать, все вместе это еще на каком-нибудь там драгоценном рите. Дорогой Гена, я с тобой полностью согласен про файн-дайнинг, и я считаю, что файн-дайнинг у него есть перспектива, но это будет искусством как балет, искусство для избранных, мало кто в нем разбирается, массово на балет не ходят, это будет такое событие, сходить там куда-то, что-то, поэтому это большая индустрия. Да, ты знаешь, вот насчет индустрии не знаю, мне кажется, что вообще во всем мире файн-дайнинг вот такая вот гастрономическая еда, это скорее даже не бизнес, потому что денег там реально нет. Это большой бизнес. Это это скорее ремесло, с которого зарабатывает шеф, его команда, и это такое lifetime employment. Это lifetime employment. Eleven Medicine Park в Нью-Йорке, это что, это ремесленная лавочка, что ли? Нет, это нет, это нет. А что, Нома это что ли ремесленная лавочка? Ну вот Нома, да, я уверен, что это никогда не может быть суперприбыльно и рентабельно, при том количестве дорогостоящих людей, как их там свои, свои, там, госады, огороды и здания полностью в их собственности. Я думаю, что это нет, это не бизнес, это такая, миссия такая. Просто другой способ зарабатывания денег, в том числе, это какая-то интеграция большая, это интеграция брендов, это интеграция образовательных программ, это интеграция каких-то состояние биллоти программ, это, так сказать, это спонсорство, это какие-то... Ну, давай тогда понять, для меня большая индустрия, это вот Макдональдс, для меня это большая индустрия. Ну, это просто трубое совсем. Да, да, это для меня скорее больше, ну, окей, окей. Ну, мне кажется, понимание здесь есть, да. Слушай, ну, хорошо, с этим все как бы более-менее. А вот дальше история, еда будущего. Вот, говорят про еду будущего, что она будет меняться. Ну, говорили до того, как это все началось. В частности, говорили о том, что будут возникать инвитропродукты, ну, то есть мясо выращено, инвитро, в проверке. Да, там, я не знаю, дети у тебя не любят сардин, они очень полезные, им сделают там картошку со вкусом клубники, но в которой будет полностью напичка на омега-3, которыми им столь необходимы. Да, что будут создаваться некие продукты, и это будет совершенно, еда будущего будет создаваться персонально под тебя. Ну, то есть утром ты пошел в туалет, значит, с тебя быстро снимают анализ, файл к доктору, доктор смотрит в супермаркет, перекидывает в супермаркет, и синтезирует для тебя специальный йогурт, в котором есть все то, чего тебе не хватило, судя по анализу, чего у тебя не было. Вот в такое будущее ты веришь? Очень скучно. Очень. Ну, то есть, я, ты знаешь, мы же и в такое будущее, которое сейчас с нами происходит, мы тоже не верили. Мы тоже не верили. Поэтому, ну, что значит, ты веришь или не веришь? Мы же, так сказать, тут не религиозная у нас с тобой дискуссия, верить только там можно и нужно. Ну, вот сегодня Beyond Meat, да, мясо искусственное, из горохового протеина, plant-based мясо, оно уже сегодня продается в Макдональдсах. Кто бы мог подумать? Ну, да, синтетический продукт. Я, ну, мне кажется, что это не очень правильно, но, так сказать, здесь я скорее с этических и эстетических позиций выступал. Ну, да. Ну, еще раньше был аргумент такой, что, мол, в этом мире столько коров, что они выделяют СО2 или чего там, аммиака, больше, чем все машины вместе взятые и загадят все вокруг и, соответственно, земли, на которых могли бы выращивать зерновые и огородные культуры и решить там продовольственную проблему стран, где неблагополучно все с этим, этого не случится, поскольку все начинают жрать больше мяса, как подорванное. И, типа, вот всех спасет искусственное мясо, искусственные протеины. Но сейчас видишь, что произошло и как бы... Ну, давайте сидеть по домам и жрать искусственное мясо, и запивая его искусственным вином. Ну, такая антиутопия. Порошковое вино. Да, но мне все-таки кажется, что жизнь будет как-то разнообразнее и интереснее. Жизнь, прежде всего, про осознанный выбор. Если в, так сказать, в твоем, в твоей матрице осознанного выбора лежит, так сказать, говядина вагью или говядина мираторг или, так сказать, но не искусственное, а естественное, то продолжай есть эту говядину. Мне кажется, что любые вопли как в ту, так и в другую сторону, кто-то, если хочет есть искусственное мясо, я абсолютно не вижу причин, по которым можно или необходимо запрещать. Также я не вижу никаких причин, по которым можно или нужно запрещать естественное мясо. Но, так сказать, запрещать что-то можно лишь, так сказать, в одном случае. если там, условно говоря, это мясо редкого животного, на которое запрещено охотиться, то, конечно, его нельзя есть, в том числе, потому что на него нельзя охотиться. Более того, я считаю, что таких животных не надо и искусственно разводить, потому что, если животное рождено, чтобы быть диким, то оно и должно быть диким. то есть у меня здесь в этом смысле у меня нет никаких этических проблем с убоиной, у меня нет никакого желания стать вегетарианцем, хотя я мог бы быть, я в том смысле, что я очень люблю овощи, и я могу долго на них находиться, у меня нету, мне не снится говядина с кровью по ночам. Не снится. Ну, нельзя на овощах долго, не согласен. Нужен все-таки протеин, белок. Ну, протеин есть, ну, а что это? Тофу, бобовый протеин. Очень мало, очень мало его. Ну, как, слушай, ну, дзенские монахи, так сказать, живут на этом сотнями лет, и ничего с ними плохого не происходит, более того, когда я в Японии, у меня есть возможность пойти в вегетарианский, там, веганский даже монастырский ресторан, и это так вкусно, и это так сытно. Ну, просто, ну, есть те, кто умеет с этим, что-то делать, есть те, кто не умеет. Есть, мы знаем с тобой поваров, которым дай лучшую говядину, они ее, так сказать, они, ну, не будем, да. я знаю 150 способов испортить любую говядину, даже я знаю 150. И ровно, и 1500 способов испортить искусственную говядину, их еще больше. Согласен. и так далее, ну, то есть, тут же мы, мы можем бесконечно об этом говорить, мы можем бесконечно, так сказать, в это все, ну, да, и до будущего, но когда-то казалось, что все как в космосе, будет в тюбиках, и надо будет только выдавить себе, и мы знаем, так сказать, кучу предсказаний в фантастических фильмах, маленькая таблеточка, раз, положил на язык, все тебе, все, ты можешь два дня не есть, все необходимые витамины, все, что тебе нужно для... Ну, а как же социальная функция еды, там, пообщаться, посидево? мы возвращаемся к твоему вопросу и моему ответу. Откроются ли рестораны? Да, потому что они про социальную функцию, они не про насыщение. Насыщаться можно дома, гречкой. Знаешь, по поводу открытия... Да, вообще рестораны, ты абсолютно прав, рестораны для сытых людей. Голодные люди не ходят в рестораны. Рестораны открыты для сытых людей. И ты знаешь, уже сейчас идет интересная статистика. У меня, у нас в ресторанах стоит система, информационная система, которая интегрирует там все процессы, склад, чеки, закупки, кухня, все это. информационная система. И мы обслуживаемся у компаний, которые обслуживают много ресторанов. И у них есть видение примерно там тысячи ресторанов в Москве. И они понимают, что происходит. По очень простому критерию. Платят рестораны за техподдержку или не платят. И вот они говорят, что из тысячи ресторанов уже сегодня порядка десяти процентов разорвали договора навсегда. То есть прекратили свое существование. Десять процентов. Я не вижу в этом. Это достаточно ожидаемая цифра. Я думаю, что мы потеряем много ресторанов в конце всего этого. Я думаю, что до половины может не открыть. Но дай бог, мы не потеряем поваров, мы не потеряем сомельников. Это мы точно не потеряем, да. Которые, так сказать, просто переживут спокойно это время, но окей, потолстеют, но ничего страшного. Или, так сказать, приобретут другую профессию. Но люди, которые составляют эту индустрию, они все равно, мне кажется, никуда не денутся. Поэтому, ну, я вообще в принципе оптимист. И ко всему прочему оптимист с экономическим образованием, да. Поэтому мне кажется, что, ну, есть разные способы, так сказать, наполнения монетаристских способов. Ну, не будем об этом говорить, о том, был вопрос, я на него ответил. Мне кажется, что в том или ином виде мы ресторанную индустрию увидим по окончании этого всего. И, кстати говоря, мне кажется, что те рестораторы, которые оставили доставку, и которые, кухни, у которых работают, хотя и не приносят, может быть, при этом денег, а может быть, скорее отнимают. Мне кажется, что им-то вообще не будет проблем открыться, потому что, ну, у них, что называется, у них как мартеновская печь, у них непрекращенное производство, у них каждый день это все... Ну, вот у нас идет доставка в ресторане «Китайские новости», я тебе хочу сказать, что это, конечно, совершенно другой бизнес, и понятно, что мы выживаем, что мы держимся, и у меня возникают мысли, нахера вообще все эти залы и большие помещения, может быть, действительно, в фабрике кухни доставка и вперед, потому что в такое непростое время экономическая эффективность может быть и повыше, чем платить-то мне аренду не полтора, два миллиона, а платить аренду пятьсот тысяч и находиться в подвале, где у тебя просто достаточно хорошее помещение для производства предназначено. Ну, послушай, начнем с того, что все-таки китайская еда в этом смысле достаточно особенная, да, она во всем мире работает очень хорошо, доставка, тейк-эвэй, она потому что, так сказать, она принципиально это тебе не, так сказать, не файн-дайнинг с одной стороны, и это тебе не итальянская еда, которую надо все-таки приготовить и тут же подать. Китайская еда хорошо выживает те там полчаса, час, между тем временем, как полчаса... Полчаса выживает, полчаса выживает. Да, и она в этом смысле идеально подходит, она в этом смысле, и в ней много усилителей вкуса, в ней она радостная, она такая, то есть сама по себе даже вот сама упаковка и то, что палочками ты можешь есть, и то, что ты можешь есть, там, скажем, из коробки, и вот это все, все-все, оно, оно, ну, она как бы изначально, мы видели много раз в кино, как люди привозят себе домой или им доставляют китайскую еду, они сидят, радуются вокруг стола. Главный герой открывает холодильник, там стоят эти боксы с китайской едой, он говорит, о, интересно, неужели он еще работает в этот ресторан? Он открывает дом Периньон, при этом, так сказать, все работает. Но, тем не менее, мне кажется, что мы не должны задобывать о социальной функции. В некоторых странах, для некоторых стран социальная функция менее важная, для некоторых она более важная. Я уверен, что, когда там, скажем, откроется снова бизнес после карантина, финны даже не заметят этого. Почему? Ну, потому что, как сидели дома, так и будут сидеть. Я понял. Только в пятницу, выходя по барам, я думаю, что и сейчас прекрасно напивается. Ты слышал эту шутку, что в финском языке есть слово, целое слово вот такой длинный, которое обозначает сидеть дома в нижнем белье, ничего не делать и выпивать. Вот такое слово. Целое понятие есть. Я уверен, что, так сказать, да. А, как только можно будет в Италии выходить, все высыпят на улице. Ну, потому что есть южный темперамент, есть северный, есть срединноморский, а есть там какое-нибудь Баренцево море. Ну, понятно, что, так сказать, если вся Эстония всю свою историю жила на хуторах, для них социальное дистанцирование это обычный способ поведения, да, потому что люди максимально социально дистанцировались друг от друга. И то, что они всегда там встречают друг друга на улице, они не подходили, чтобы там похлопать другого по плечам, а стояли на расстоянии двух метров и громко орали друг другу, значит, для них это нормально. А для иностранца важна тактильность, он должен подойти, обнять, расцеловать в засос, так, что там треснет макушка, это нормально, для разных нормально, поэтому, конечно, люди по-разному переносят эти тяготы и невзгоды, вон мы с тобой уселись в своих креслах и не хотим выходить, может и не уйти. Можно я тебе задам завершающий вопрос, мы не будем испытывать емкость мочевых пузырей наших зрителей, все-таки 40 минут, мне кажется, уже достаточно предельно. Нормально. Хронометраж? До часу спокойно. До часу спокойно. Вопрос такой, вот, собственно говоря, что мы сейчас из кулинарии осталось? Мы все сидим дома, что-то готовим, значит, я смотрю, готовят все. Готовят и жрут все. Я считаю, что нужно уже закрывать продуктовые магазины к чертям собачьим, а то это добром не кончится. Ну, ладно. Готовят и жрут. Дальше. Все выходят, начинается ресторанная работа, значит, все за это время привыкли к домашней еде. У ресторанов задача будет после кризиса, после этого, ну, во время кризиса и после карантина дать максимально качественную еду по доступной цене. Я считаю, что это может поступить неким, послужить неким триггером возврата в нашу жизнь домашней еды, которую мы долго стеснялись и которую мы, в общем-то, сами сгубили, да, вот этими суши, пиццами и кальянами. Может быть, нормальная человеческая еда? Щи, борщи, котлеты, не стыдная, нормальная еда, домашняя. Что ты думаешь? Ну, смотри, во-первых, начнем с того, что действительно, мне в Москве не хватало простых комфортных заведений, да, с так называемой комфортной едой. Да. Она может быть и щи с борщом, она может быть совершенно другая, она может быть просто кусок мяса с картошкой или еще что-то. Ну, то есть, просто вкусная, хорошая сезонная еда, мне не хватало заведений, где есть, там, скажем, меню дня, где человек пошел там на рынок и нашел там какого-нибудь большого себаса, купил его и его готовят весь день, да, ну, то есть, ну, я условно говорю, сейчас мне могут сказать рестораторы, что у нас это невозможно, потому что... Возможно, у нас здесь можно купить большую треску и готовить ее весь день. Ну, там, я не знаю, сертификаты, швертификаты... У нас просто задачу каждый ресторатор ставил открыть новую вселенную в своем ресторане, понимаешь? Я тебе скажу, я уверен, что, выживут либо хай-энд рестораны, потому что, ну, так сказать, ну, условно говоря, Твинс Гарден, ну, людям интересно, что там делают братья Березуцкие и за что им дали девятнадцатое место в мировой табеле о рангах, да, или там White Rabbit. но у нас, у нас, по сути, и нет, так сказать, даже приведенные мной примеры, если сравнивать их, там, скажем, с рестораном Бьерна Франсона или сравнивать с рестораном Майму в Норвегии или сравнивать с трехзвездочниками парижскими, это совершенно другая все равно история, да, у нас вообще очень мало таких ресторанов, которые, ну, что называется, хотелось бы пойти по случаю торжественным. Ну, у нас в Москве вообще два-три гастрономических ресторана, остальные просто рестораны. Ну, да, и мне кажется, что будет спрос на рестораны high-end, в которых будет и белая скайфер с серебром и на прекрасном лиможском фарфоре хорошо приготовленный кусок утиной печенки, и мне кажется, что будет большой спрос на рестораны комфортной еды, именно не на сетевые истории. У нас есть комфортная еда, там, скажем, там, я не знаю, всякие узбекские рестораны, да, сетевые или хинкальные. Это, в общем, типичная комфортная еда. Хинкали – суперкомфортная еда. Взял руками, съел, быстро приготовили, вкусно, недорого. Хинкали варится 25-30 минут, не так все быстро. Ну, окей, но для ресторана это же не трещина. Для ресторана, да, не трещина. Ты пришел, заказал, через полчаса тебе принесли, а через 5 минут тебе принесли сразу водки, которые ты неосмотрительно попросил всего 150 грамм, потому что думал, что тебе сейчас принесут хинкали, и пару закусочек под водку. Когда тебе принесли хинкали, понятно, что ты уже заказал водку три раза, и, так сказать, и, в общем, вечер удался. У меня в холодильнике лежат хинкали, спасибо, что напомнил. И водка тоже есть. Я знаю, что я буду делать вечером. Надеюсь, хинкали из искусственного мяса? Нет, самое настоящее. Свинина с говядиной пополам, как должно быть. Искусственная и та, и другая, естественно. Естественно. Из искусственной свиньи, из искусственного... Растительного происхождения свинья, да. Все свиньи растительного происхождения растут. Вот. Значит, и мне кажется, что... Ну, окей. Даже мне не кажется, а мне хотелось бы, чтобы ушли бессмысленные заведения, которые открыты исключительно для того, чтобы их инвесторы потешили свое, так сказать, самолюбие. Как вот можно посмотреть, как мы можем убухать, ну, там, я не знаю, условно говоря, мы помним, что 7 июля прошлого года открылся за 15 миллионов евро открылся ресторан «Алхимик» в городе Копенгагене. Более того, я уверен, что он выживет, потому что у него инвестор, который, ну, был... Возможности у него были заплатить... Кто это? А? Кто же там инвестор? Это человек не из ресторана индустрии, ему принадлежат два ресторана... Датчанин, да? Один называется Датчанин, один ресторан называется «Гераниум», второй ресторан называется... «Гераниум», да, да. Ты же привозил шофер из «Гераниума», я помню, ты вел этот тоже, ужин был их, был... «Гераниум», «Гераниум», у него три мишленские звезды, и он там в первой части мирового рейтинга, у «Алхимика», он открылся в июле, сейчас сразу же получил две мишленские звезды через несколько месяцев. То есть у этого человека, который инвестирует в эти... У него там... Он занимается другим, он занимается логистикой, он занимается «Мерджинг и Аквизишнс», он занимается... Ну, то есть все вот эти вот бизнесы, которые на самом деле не очень сильно, возможно, и пострадали, а может быть, наоборот, поднялись. Но вот я считаю, что для... «Мерджинг и Аквизишн», он только заработает, только заработает. И они зарабатывают на изменениях рынка. Вот когда так или так, они зарабатывают. С логистикой будет чуть-чуть хуже, да. Слушай, ну так комфортная еда, вернется она к нам или нет? Черт побери. Конечно. Конечно. Вернется, ура. Я тоже так считаю. Не то, что вернется. Ее и не было. Она появится, я надеюсь. Ну, вернется, в смысле появится. Да, окей. Окей. Она появится? То есть я уверен, что... Знаешь, почему ее не ставили? Это очень сложная еда. Знаешь, почему? Потому что вот у нас сейчас 136 зрителей, и у нас с тобой уже 137. 137 специалистов по борщу, щам, котлетам и так далее. Это слишком... Ну, то есть у всех свои критерии оценки. Ну, это же вопрос методологический. Что считать? Я считаю, что, например, ресторан Горынчо это ресторан комфортной еды. Так и есть, наверное. Поэтому мне кажется, что там, условно говоря, Горынчо ничего не грозит. Ну, то есть просто не надо в лоб бить, там, я не знаю, миской с борщом, с куском мяса вот таким. Надо это делать только ресторан. Комфортная еда, и она не домашняя еда. Не надо путать эти два понятия. Борщ – это домашняя еда. Оливье – это домашняя еда. У всех свои рецепты, у всех своя, так сказать, резьба по-своему нарезана для того, чтобы это было. А комфортная еда – это еда, которая, так сказать, завязана на местные сезонные продукты, которая завязана на простые техники приготовления, которая не очень дорога в производстве. Я писал сейчас, я сейчас писал колонку для Татлера как раз про нашу еду во время карантина, когда мы сидим дома. И я не поленился, залез в Википедию, что такое комфортная еда. Я сейчас блесну определением. Появилась впервые в 60-е годы в каком-то журнале американском. И этим термином описывали еду, которая, проста в приготовлении, имеет сентиментальные отсылки к детству, к чему-то, к каким-то детским воспоминаниям. И третья – богата углеводами и сахаром. И проста в приготовлении, сказал проста в приготовлении. Ну, опять-таки, то, что в 60-х годах складывалось… То есть, ты мне сейчас описал, на самом деле, китайскую еду, богатую углеводами и сахаром. Ну, да. Слушай, ну и русская еда традиционная тоже богата углеводами и сахаром. Ну, тем не менее… Шашлык пишут. Шашлык тоже комфортная еда, безусловно. Нет, в Японии, где сахар практически не едят, тоже полно комфортной еды. Да, да, да. Определение 60-х годов, особенно, так сказать, из Википедии, они не обязательно, так сказать, релевантны сегодняшнему дню. Поэтому мы, естественно, все какие-то вещи мы подвергаем, мы вкладываем в них новый смысл. Да, согласен полностью. Ну что, будем прощаться? Спасибо тебе большое, Гена, за прекрасную беседу интересную. Вот. Надо нам будет по Зуму тоже как-то, да, не только чаю выпить. Да. Я, чтобы, так сказать, показать, что все приходит, все уходит, я взял прекрасный тайваньский дон-динь. Улун чай, заварил его в чайнике эссинской глины, купленной в Гонконге. Но, чтобы показать, что все это, все, что мы обсуждаем, все ерунда, по сравнению с веками, вот этой чашке тысячу лет, это империя Сунь. Вот ты, Бон Виван. Примерно 11 век. Вот ты, Бон Виван. Вот знаменитая... Сейчас было бы здорово, если бы ты ее выронил вот так вот на камеру. Ну, значит, так бы и было кому-то. Это было бы, представляешь, что был бы просто новый мем, да. А я решил...